Аналитические репортажи, разнообразие мнений, герои и комментарии экспертов. Объективная и достоверная в программе «В центре внимания». Представляем вашему вниманию программу IWPR, радиоинститута по освещению войны и мира. Здравствуйте! Тюрьма. Даже само это слово заставляет многих людей содрогнуться. В качестве места заключения тюрьма существовала еще в отдаленные века. В древности тюрьмы устраивались для содержания преступников, пленных и должников как частных, так и государственных, а также и для усиления других наказаний и для приведения в исполнение различных казней. В Древнем Риме существовала подземная тюрьма, в которой от заразных болезней погибло много людей. Тюремные помещения были низки, узки, без достаточного света и воздуха. Женщины, мужчины, дети содержались вместе. Пища давалась скудная, обыкновенно хлеб и вода. Постелью служили связки гнилой соломы на земляном, пропитанном подпочвенной водой полу. И лишь в 1955 году первым Конгрессом ООН по предупреждению преступности обращению с правонарушителями были приняты минимальные стандартные правила обращения с заключенными. Этот документ носит рекомендательный характер. Согласно ему, тюремный режим должен минимально отличаться от жизни на свободе, чтобы не убивать в заключенных чувство ответственности и сознание человеческого достоинства. Во всех тюрьмах необходимо иметь штатного врача общей практики, и заключенные должны получать профессиональную стоматологическую помощь. Закрытые исправительные колонии остаются местом, где заключенный испытывает сильнейший стресс и где люди часто болеют. В Кыргызстане на 100 тысяч жителей приходится 181 заключенный. В данное время в исправительных учреждениях Кыргызстана содержится 10 тысяч человек, из которых 6 тысяч в исправительных учреждениях, 2 тысячи в колониях-поселениях, 2 тысячи в СИЗО. При этом с каждым годом растет число приговоренных к пожизненному лишению свободы. Так, если на начало 2007 года в стране насчитывалось 139 пожизненно осужденных, а в 2010 и 2011 годах 209 и 231 человек. Сегодня количество осужденных 287 человек. Безусловно, любая тюрьма – это целый штат уголовно-исполнительной системы. Именно эти люди наиболее часто контактируют с заключенными, в том числе и с людьми, которые, находясь в местах лишения свободы, больны различными заболеваниями. В Кыргызстане в данное время среди осужденных насчитывается 265 туберкулезно больных, из них 95 человек с устойчивой формой туберкулеза. С января 2015 года от туберкулеза умерли 23 человека. Среди них есть люди, которые были ВИЧ-инфицированы. Поэтому сегодня мы хотим поговорить о доступе сотрудников КСИН к медицине. Как обстоят дела с медицинским обеспечением сотрудников уголовно-исполнительной системы в Кыргызстане? Кто отвечает за здоровье сотрудников? На этот и другие вопросы ответил начальник медицинской службы КСИН, полковник Аклбек Авазович Асанов. А какие заболевания являются постоянными, преследуют тех, кто отбывает наказание, и какие заболевания возникают спонтанно, эпизодически? Если в целом говорить, тогда, конечно, это на первое место туберкулез. Говорили очень всегда, что тюрьма – это рассадик туберкулеза. Последние годы – это, конечно же, ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит. Туберкулез понятно, потому что все-таки закрытая система, камерное содержание в следственных изоляторах, сырость, недостаток солнечного света – и все это предрасполагающие факторы для того, чтобы человек начал болеть. Сам наш Кыргызстан находится в таком пандемическом регионе центрально-азиатском, где распространенность и носительство этого туберкулеза у человека большая. Мы многие инфицированы туберкулезом, но не каждый болеет им. А попадая в эту систему, происходит именно процесс перехода от инфицирования к заболеванию. Если говорить об ВИЧ-инфекции, то здесь, конечно же, у нашего контингента рискованное поведение. И связанное с потреблением наркотиков, и в целом они используют татуировки. Поведение связано постоянно с беспорядочными половыми связями. И потом социальный все-таки уровень – это те же самые бомжи, мигранты и так далее. Это все приводит к развитию таких болезней, как ВИЧ-инфекция, вирусный гепатит, инфекции, передающие половым путем. Это очень большой процент, конечно, у нас наркопотребителей, инъекционных наркопотребителей. Вот эти основные заболевания, которые встречаются. Последние годы стало часто встречаться такие заболевания, как психические заболевания. Вот недавно исследование проводили, у нас вышло так, что каждый третий осужденный, в принципе, нуждается в коррекции психического здоровья. Большой процент, конечно, сейчас идет с онкозаболеваниями и такими заболеваниями, как заболевания печени. Заболевания печени – это в основном как осложнение вирусных гепатитов идет. А онкозаболевания здесь, наверное, причина в том, что все-таки советская медицина, она как бы помогала, давала возможность лечиться и от онкологических заболеваний всем слоям населения. А за вот эти вот последние 20-25 лет люди, которые у них были первичные вот эти вот новообразования, они не могли позволить себе лечиться. И у них уже эти заболевания перешли в раковые заболевания, и у нас очень много пациентов с раковыми заболеваниями. Вот эти вот основные заболевания, которые сейчас встречаются в нашей педагогической системе. Понятно, что любую систему трудно представить без специальных сотрудников, которые обеспечивают охрану, соблюдение порядка в местах лишения свободы. Я имею в виду сотрудников КСИН. Эти люди находятся в непосредственном контакте с людьми, которые приговорены к лишению свободы. Насколько защищены сотрудники КСИН? Как проводится их медицинское обследование, а при необходимости и лечение? Ну и насколько высок риск? Ведь понятно, что ряд заболеваний передается воздушно-капельным путем. Совершенно верно говорить. Наиболее такое контагиозное заболевание, это все-таки является туберкулез. И количество больных туберкулезом среди сотрудников пенистарной системы выше, я считаю, чем у простых людей, у которых нет подобного контакта. Есть случаи заболевания и заражения даже такими заболеваниями, как ВИЧ-инфекция, вирусные гепатиты. Большое количество ментального здоровья тоже среди сотрудников, потому что стресс, он хоть и не заразная вещь, но постоянно тот же стресс, что получают осужденные, тот же стресс получают и сотрудники уголовной исполнительной системы. Поэтому среди них тоже большое количество тех, которые нуждаются в психокоррекции. Если говорить о туберкулезе, то здесь работа проводится хорошая. Мы считаем, что достигли неплохих результатов, потому что последние годы международные организации очень активно нам в этом деле помогают. Врачи без границ, Международный комитет Красного Креста, а в последние годы особенно Международный комитет Красного Креста, еще плюс Глобальный фонд, который помогает финансово на закупку препаратов. Все это сделали неплохо для того, чтобы мы могли немножко контролировать часть туберкулеза. Туберкулез мы контролируем. И в основном, конечно, защита идет и для осужденных, и для сотрудников, но много в этом деле, конечно, решает индивидуальная защита. Если каждый сотрудник не будет индивидуально защищаться, а это маски, а это гигиена рук и так далее, то, конечно, мы не можем это все полностью обезопасить. И на этот счет имеются у нас достаточно хорошие денежные вливания со стороны Глобального фонда и со стороны Международного комитета Красного Креста, которые практически полностью обеспечивают масками всех наших сотрудников. Другой вопрос, не каждый еще к этому привык, не каждый еще имеет культуру постоянно носить маски. Плюс к ментальному здоровью я бы еще добавил такие заболевания, которые связаны с нервной еди, перегрузки, нервные стрессы, которые приводят к различным другим заболеваниям. Заболеваниям нервной системы, заболеваниям сердечно-сосудистой системы. И у нас очень многие наши сотрудники страдают высоким артериальным давлением, сердечными заболеваниями, нервными заболеваниями. И даже участились случаи, как инсульты, инфаркты. Поэтому это тоже, считаю, что это для нашей пеницетарной системы, это как профзаболевание. Потому что нагрузки морального, физического характера, они все-таки оставляют отпечаток на здоровье наших сотрудников, которые, в принципе, кроме как консультации и небольшого объема лечения, больше ничего не получают. Нет таких фактов, как полноценное стационарное лечение, не каждый себе может позволить. У нас полностью отсутствует санаторно-курортное лечение. И вот это все приводит к тому, что многие сотрудники страдают такими заболеваниями, как инсульт, инфаркты. Сотрудник КСИН проходит обследование, получает необходимое лечение у себя по месту жительства, в поликлинике или у вас? При КСИН есть поликлиника и стационар. У нас есть на сегодняшний момент только поликлиника при центральном аппарате, которая может обслуживать сотрудников центрального аппарата. У нас есть поликлиника-госпиталь МВД, который по договору мы еще к ним относимся и можем там обслуживаться. Но все это находится в Бишкеке. Наши сотрудники расположены по всему Кыргызстану и процентов 80 это по Чуйской области, которые лечение получают в основном по месту жительства. По месту жительства они получают лечение в основном амбулаторное. Стационарные не могут позволить себе, потому что стационарные не должны лежать в госпитале МВД. В госпитале МВД для наших сотрудников места очень редко можно выбить, потому что в основном места отсутствуют. Поэтому наши в основном довольствуются амбулаторным лечением, очень редко стационарным. Тяжело им получить медицинскую помощь. Наша стратегия, которая была с 2012 года прописана, это о создании ведомственной госпиталя и поликлиники. И мы пытались ее создать, но отсутствие финансирования, и мы не имеем здания подходящего, чтобы могли бы там начать прием людей, и нету финансов, чтобы закупить аппаратуру, чтобы обследовать и лечить. Мы никак не смогли все-таки создать собственную ведомственную поликлинику и госпиталь. Все, что мы можем сейчас сделать, это своими силами, своими кадрами выезжать на места, раз или два раза в год проводить профилактический осмотр, выявлять их и потом направлять в поликлинику МВД, где им там проведут, скорее всего, только амбулаторное лечение. Очень редко их госпитализируют, и все, они вернутся опять на свои рабочие места и будут дальше работать. Вы рассказали все, как это есть сейчас. А как должно быть в идеале? В идеале должно быть так. Должно быть для нас создана специальная поликлиника и госпиталь. Госпиталь, учитывая, что у нас около трех тысяч сотрудников, плюс их члены семей где-то коек на 60-70 и поликлиника на 200-250 посещений в смену. Потому что 5-6 тысяч – это приблизительно наше население. Это как население, скажем так, районной ЦСМ, Центра семейной медицины. Там должен быть минимальный бесплатный пакет услуг по диагностике. Это, допустим, тройка – общий анализ крови, общий анализ мочи и кровь на биохимию. Сейчас вводится еще обязательно, это УЗИ, мы должны обязательно предоставить рентгенологическое обследование, ну и другие диагностические исследования, которые мы могли бы себе позволить делать бесплатно с учетом того, что сможем закупить данную медицинскую аппаратуру. У нас нет денег купить эту аппаратуру, нам некуда ее все поставить, и нашим сотрудникам некуда прийти, чтобы обратиться за этой помощью. Все, что мы имеем, это сейчас небольшой здравпункт здесь в Центральном аппарате. К симу, наша к симу, не выделяется ни сумма, выделяется это все в госпитале МВД. Госпиталь МВД, конечно, для нас определенные услуги нам оказывает, но, скажем так, очень скупо и в небольших количествах. Вы отметили, что у вас нет своей поликлиники, но есть здравпункт. Каких врачей не хватает и каких катастрофически не хватает на сегодняшний день? У нас с хирургами проблемы, конечно. Да и фтизиатров тоже мало. Так это в основном узкие специалисты любого профиля. Тот же педиатр, тот же гинеколог, окулист, лор-врач. Таких узких специалистов у нас не хватает. Ну так, врачи общего профиля есть, но тоже у нас большая проблема с сменой поколения. Многие наши врачи – это пенсионное, предпенсионное возраста. Целое поколение выпало. Какой-то период этот вот с 90-х до 2000-х годов, даже до 2010-го года практически никто не приходил в нашу систему. К нам никто не хочет идти, потому что когда-то при Советском Союзе зарплата врача уголовной исполнительной системы была вдвое, втрое выше. Сейчас она выше на 2-3 тысячи сомов, но это не привлекает. Евгений Гуськов специально для IWPR Бишкек. Уважаемые радиослушатели, теперь свои истории, комментарии и отзывы вы можете оставлять на наш номер в WhatsApp 0550-31397. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова